Вас поздравили с 9 мая, несколько человек, но никто не поздравил с 1 мая. У меня такое ощущение, что 1 мая вы были чем-то заняты, не могли принимать поздравления. Я ворон считала на Пушкинской площади, вот отсылаю все блестящие статьи Александра Подробинника на гранях до 1 мая. Мало того, что там, конечно, отметились все отвратные персонажи, иначе капричус, Гоя бы просто дорого дал за такие модели. Все туда сходили, и, конечно, единороссы, и коммунисты, и жирик, и справедливая Россия с лозунгами «Справедливый Первомай». Но самое интересное, что... Первомай всем. Да, Первомай всем поровну. Что на многострадальной, как говорит Саша Подробинник, площади Пушкина выступила так называемая демократическая позиция. Вот программа Удальцова стала очевидна. А нечего было связываться, сами виноваты. Они этого Удальцова лелеяли, ходили с ним куда-то, слегка. Так вот программа-то какая, шикарная программа. Это понятно. Вот теперь от имени демократов, демократической оппозиции и несет всякую... Наша инновация, социализм, такая демонстрация против капитализма. Причем, чем они занимались? Они сжигали портреты пресловутого Прохорова, Виксельберга, Абрамовича, и обещали им, что они будут гореть в аду. То есть наш левый фронт еще и в Бога уверовал дополнительно. Это модно сейчас, и Изюганов верит в Бога. Если бы его пускали, он бы и на Пасху ходил к патриарху. Портреты Вискалина, прямо к патриарху. Как уродно. Ну вот, то есть все с этими ребятами понятно. Кстати, солидарность тоже не применула походить где-то вокруг со своими лозунгами. Да, левая часть солидарности, то есть, слава Богу, нацистская часть солидарности, националистическая, ушла с Миловым. Но я чувствую, что это не решает еще всех проблем солидарности. Потому что, кроме националистической части, там выявилась левая часть, которая отмечает день всех трудящихся. И еще советская часть, которая набросилась на Колю Храмова и едва его не загрызла за то, что он объяснил очень скромненько и умеренно, кто отвечает 9 мая. Вот ты говоришь, кто-то меня поздравил с 9 мая. Я думаю, что это были не ветераны войны. Знаете, не отвлекайся от 1 мая. Мне кажется, это очень естественная попытка популистов опереться на вот этот старый советский опыт. 1 мая. Мир, труд, май. Да, это было ведь стереотип такой. Мир, труд, май. И хорошо, всем хорошо. Опереться на это и поддержать лозунги, которые вбили за времена советской власти в сознание. И они их еще не закрепить. Ну, закрепить, не закрепить, но опереться во всяком случае. Для того, чтобы стать популярней. Не очень понятно, как конкурировать в этих условиях с коммунистами, для которых это вот эта естественная позиция. Зачем они это делают? Неужели они думают, что они таким образом обманут кого-то? Ну, так вот, я надеюсь, что дьявол заберет их компромиссные душонки. Вот, за то, что они, вместо того, чтобы искоренять советские стереотипы и просвещать народ, они его запутывают не хуже, чем делала прежняя КПСС. То есть они врут, они продолжают врать. И это нехорошо.